Даши Намдаков Даши Намдаков Он запросто заключает в металл и камень то, что порой невозможно даже представить. За это называют скульптором жанра фэнтези. Причем у фантазии нет границы национальностей. На выставках по всему миру в этих работах узнают древние традиции каждой страны. Даши отвечает «Я лишь создаю свой мир на основе мифов». Смотря на работы Даши, они находят что-то свое. Даши все-таки сумел передать в своих работах что-то общечеловеческое, несмотря на то, что это может быть чисто этническое, чисто бурятское. Оно идет из Сибири. Бурятский талант рос в деревушке у границы с Монголией. Прямо в степи отец давал первые уроки искусства кочевников. Так Даши учился движением руки объединять целые цивилизации. Образы идут откуда-то из глубины, соединяются как-то с современным взглядом. И это, конечно, производит очень сильное впечатление. Даши заметили после первой же крупной выставки. Теперь работы разъезжают от Нью-Йорка до Токио. Здесь собраны и огромные скульптуры, и крошечные ювелирные украшения. Это их первый показ. Я когда общаюсь с художниками, я понимаю, что они там страдают, полгода не приходят, настроение и прочее. Я таких людей просто не понимаю. Я просто каждый день что-то там делаю, работаю. Выставку планировали открыть еще в сентябре. Но в последний момент из мастерской похитили всю ювелирную коллекцию. Многолетнюю работу Даши с мастерами восстановил за три месяца. Что-то, правда, пришлось доработать. Именно поэтому выставку и назвали «Преображение». Иван Прозоров, Сергей Плужников, Алексей Иванов. Первый канал.